Всем привет! Добро пожаловать на канал! Я сегодня подготовила для вас интересное видео. Я совсем недавно задумалась о том, сколько я потратила денег на пошив всех вещей, которые я шила в прошлом году. Также я снимала видео обзор на эти вещи. Если вам интересно, можете перейти и посмотреть. Ссылку на это видео я оставлю внизу в инфобоксе под этим видео. И сегодня я хочу вам рассказать, сколько же я потратила денег на ткани, на фурнитуру, на каждую вещь отдельно и также скажу общую сумму. Так как я живу в Польше, естественно, все ткани, всю фурнитуру я покупаю здесь, в польских злотых. Но для вас я перевела все эти суммы в рубли и также в гривны. Поэтому вы сможете посмотреть и сравнить, стоит ли шить одежду для себя и вообще выгодно это или нет. Итак, давайте начнем. И первая вещь, которую я шила для себя, это худи. Худи я шила из футера трехнитки с начесом. Значит, расход ткани у меня получился полтора метра. Также я заказывала дополнительно на рукава и на манжеты рибану. И получилось у меня 52 злотых. Обычно худи у нас стоит от 60 злотых в магазине, от 60 и дороже. Но я знаю, что худи у меня сшито из хорошей ткани. Я его носила всю зиму, также весну, часто стирала. И у меня эта ткань, она не скаталась, вот осталась в таком же виде, в котором она есть. Также я к этому худи сшила дополнительно брюки. В общем, сшила костюм. Также брюки у меня сшиты из такой же ткани. Обычно на брюки у меня уходит где-то метр ткани. И получается метр ткани у меня вышел 30 злотых. Получается, брюки мне обошлись в 30 злотых. У нас брюки стоят также от 60 и дороже. Но, как я уже сказала, ткань довольно-таки хорошая. Я часто носила костюм, брюки у меня на коленях не вытягивались. Также после стирки тоже костюм не давал усадки. Поэтому я осталась довольна, так как сшила хороший носибельный костюм. И, естественно, вышел он у меня дешевле, чем я выкупила его в магазине. Следующий костюм, который также я сшила из трикотажной ткани футера, только уже двунитка. Такой более легкий костюм на весну. Я сшила свитшот. Также брюки здесь вот они висят. Значит, на костюм я заказывала 2 метра ткани. Обошлось мне это все в 70 злотых. Также дополнительно еще заказывала кашкарсе на рукава, на пояс. В общем, 70 злотых. У меня вышел этот костюм, плюс дополнительно у меня еще осталась ткань. И я сшила шорты из этой же ткани. Получается, что на 70 злотых я сшила свитшот, брюки и еще шорты. Три вещи. Уложилась, в общем, в 2 метра ткани. Ткань вообще очень тоже хорошего качества. Я уже рассказывала, здесь 95% обычно идет 95% хлопок, 5% либо полиэстер, либо эластан. В зеленом костюме это полиэстер, здесь это эластан. Хорошая практичная ткань, тоже не скатывается. Я очень довольна, в общем, и я считаю, что такой костюм в магазине стоил бы, наверное, дороже. Следующая, это также вот такой свитшот с крылышками. Свитшот тоже шит из-за футера петля. Довольно-таки плотная тоже ткань, плотностью 300 грамм. Сюда я заказывала метр ткани, но дополнительно еще заказывала тоже кашкарсе. У меня вышло 40 злотых. Хороший получился у меня свитшот, такой интересный. Я сшила его по выкройке, как я уже рассказала из журнала Бурда. Хорошего качества, я считаю, такая носибельная вещь. И тем более, стоят дешевле, например, чем в магазине. Я думаю, что такие вещи, тем более, они в гардеробе всегда пригодятся. И можно их шить. Свитшота в худи много не бывает на прогулку в любое время года. И стоит это, как я уже сказала, будет стоить дешевле, чем в магазине. Следующая вещь, которую я, наверное, уже больше не буду шить, это футболка. Так как я потратила на футболку 29 злотых, расход ткани 1 метр. Но у нас такую футболку можно также купить за 30-40 злотых. Она тоже будет хорошего качества. Поэтому я не вижу смысла просто шить футболку так, как можно ее купить. Не тратить свое время. Возможно, шить что-то лучше, что-то красивее. Поэтому футболку, наверное, в следующий раз все-таки я куплю. Тем более, нужно купить футболку с каким-то красивым принтом. Так как здесь уже для того, чтобы сделать принт, придется его тоже заказывать, клеить. Поэтому лучше все-таки, наверное, купить футболку уже готовую. Мне также задавали вопросы в комментариях. Сколько стоит шить? Сколько ткани? Какой расход? Кто-то хотел шить на машинке. Поэтому я бы, наверное, в следующий раз все-таки, вернее, я, наверное, в следующий раз все-таки не буду шить, а куплю в магазине. Следующая вещь, которая мне очень нравится, я довольна, что я ее шила, это вот такая гофрированная юбка. На юбку у меня, для пошива юбки я использовала купон, покупала купон. Купон стоил 60 злотых. Также были разные расцветки, можно было выбрать. Потом, также я заказала вот такую резинку. Тоже не могла подобрать долго по цвету. В общем, заказала такую, пришила. Но, конечно, хотелось бы пришить что-то больше вот такое белое в цвет юбки. И здесь также есть подъюбник. На подъюбник у меня ушло 50 сантиметров всего лишь ткани. Все это обошлось мне в 78 злотых, по-моему. Так как юбка у нас стоит от 100 злотых и дороже, я считаю, что, в принципе, выгодно. Хорошая юбка, я ее с удовольствием носила все лето. И также мне было интересно шить именно такую гофрированную юбку. Тем более, такой юбки ни у кого нету. И я считаю, что это очень... Я считаю, что это тоже хорошо. Дальше. Это вот такие брючки бежевые. Для пошива брюк я заказывала 1,60 метр ткани. Вышла она мне 45 злотых. Это недорогая костюмная ткань. Я сшила первый раз брюки, поэтому не стала заказывать сильно дорогую. Но эта ткань тоже довольно-таки хорошая. Я носила брюки летом. Также носила осенью. Не раз уже их стирала. Поэтому, в общем, я сшила брюки те, которые на мне хорошо сидят. Потому что не всегда в магазине я могла что-то подобрать для себя. Либо был широкий пояс, либо были сильно длинные брюки. Поэтому я считаю, что стоит шить брючки. Тем более, что у нас в магазине они стоят от 100 злотых и дороже. Поэтому получается, что выгодно шить самому такие брюки. Следующая вещь. Это вот такое платье в горох. Здесь идет хлопковая ткань, по-моему, с добавлением тоже полиэстера. Расход ткани также метр шестьдесят. На платье тоже есть подъемник. В общем, все это мне тоже вышло 71 злотый. Классная модель платья. Я тоже носила ее с удовольствием летом. У нас также платье будет стоить от 80 злотых, от 100 и дороже. Поэтому платье также считаю, что очень выгодно шить. Подобрать какую-то красивую ткань. И следующая вещь, которая, наверное, дороже всего мне вышла. Это вот такой жакет. Обошелся он мне в 93 злотых. Так как я заказывала ткань, уже не помню какой расход ткани. Также заказывала, естественно, ткань на подклад. Плюс дублерин. Получилось у меня 93 злотых. Жакет у нас стоит от 100 злотых. Но на распродаже можно купить и дешевле. Я как-то смотрела, были и по 60 злотых жакеты. Но я довольна так же, что я сшила этот жакет. Получила какой-то опыт для себя. Мне он очень нравится. И я с удовольствием буду носить его весной. Также к этому жакету я сшила брюки. Из такой же ткани у меня получился костюм. На брюке, по-моему, тоже полтора метра ткани я заказывала. Брюки мне обошлись 50 злотых. Получается, 93 жакет и 50 брюки. Брюки я выбрала модель специально под этот жакет. Такую классическую ткань. Я заказывала также костюмную. Не очень дорогую. Возможно, в следующий раз закажу что-то подороже. Так как опыт у меня уже есть. Для пошива жакета. Либо, возможно, опять же, костюма. Поэтому я очень рада, что я сшила этот костюм. Я думаю, что такой костюм стоил бы гораздо дороже в магазине. Последнее. Это вот такое платье. Платье я сшила к Новому году. Сама моделировала выкройку. Выкройку блузы. На платье я заказывала 3 метра ткани. Чтобы оно было пышным. Можно, конечно, заказать и меньше. Но мне хотелось, чтобы это платье было довольно-таки пышным. Я заказывала обычную рубашечную ткань. Она, по-моему, или по 18 злотых метр. И 3 метра у меня вышло... В общем, 54 злотых у меня вышло это платье. Такое платье у нас также стоит от 100 злотых и дороже. Поэтому мне очень нравится модель. Поэтому я считаю, что тоже выгодно шить такое платье. Тем более ткань это не синтетическая. Также это хлопок. И я с удовольствием буду тоже его носить, когда потеплеет. Также я еще шила футболку с подплечниками. У меня сейчас ее нет. Я подарила ее дочке. Тоже считаю, что выгодно шить такую футболку. У меня на нее ушел метр ткани. Потратила я 24 злотых. Но у нас такая футболка стоит от 60 злотых и дороже. Поэтому я считаю, что выгодно шить такую футболку. Она будет стоить дешевле. Можно купить хорошую также ткань. И попробовать шить такую футболку с подплечниками. Также я еще шила пижаму, майку и шорты. Значит, пижама мне вообще обошлась очень дешево. 12 злотых. Я заказала метр ткани. И мне хватило, чтобы шить вот как раз майку и шорты. Что тоже очень, я считаю, выгодно. Вот это, в принципе, все вещи, которые я шила для себя в прошлом году. Потратила я на все это, на ткани, в общем, 650 злотых на протяжении года. Вот все, что я шила. Напишите, как вы считаете, дорого это или дешево. И вообще, стоит ли шить вещи для себя. Или лучше все-таки купить их в магазине. Также, сколько эти вещи будут стоить у вас в магазине. Потому что я немного смотрела, сравнивала. Где-то, конечно, в принципе, столько же стоит, сколько и стоит мне шить. Где-то стоит дороже. Все зависит от того, какая вещь тоже видно, какой марки, из каких тканей шито. Поэтому пишите. Я буду очень рада вашим комментариям. Также, я надеюсь, что это видео было вам интересным. Если это так, ставьте палец вверх. Буду вам очень благодарна. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok